Тиамат. Женское олицетворение первобытного океана хаоса соленых вод, из которого родилось все. Всем здорова народ, вы на канале Арти, и самое время познакомиться с Тиамат. Так, самое главное, что нам нужно понимать. Тиамат это маг. Маг, который будет больше подходить на соло или джангл, по моему мнению, нежели чем на мид. Поэтому давайте сразу приступим к обзору способностей и в конце уже подытожим, что мы будем иметь в итоге. Пассивная способность. Смерть порождает жизнь. Находясь в летучей стойке, Тиамат восстанавливает здоровье, когда рядом с ней погибают союзники и враги. Миньоны приносят меньше здоровья. В наземной стойке она получает до 5 прочных пластин, которые снижают входящий урон и раскалывается после получения определенного количества урона. За обычных миньонов не даются пластины. Итак, в самой первой нашей, так сказать, стандартной стойке. Первая обилка. Первобытная сила. Тиамат накапливает силы и выпускает огненные сферы. Каждая из них наносит урон врагам и останавливается, задевая вражеского бога. Повторные попадания по одному и тому же врагу наносят на 15% меньше урона, вплоть до 70%. На уровнях 3 и 5 эта способность получает дополнительные снаряды. В этой же стойке. Разорение. Тиамат создает энергетическое поле, наносящее врагам урон, в большой и малой области. Урон в малой области больше. Малая область ненадолго оглушает врагов. Глубокий нырок. Тиамат ныряют в гущу боя, приземляясь на все четыре лапы, нанося урон и меняя стойку на наземную. Эта способность также приносит Тиамат одну прочную пластину. Итак, наша так называемая ультимативная способность Дети Созидания, это третья стойка. Тиамат может прицевать одно из своих порождений на поле боя. Первое. Призыв змеев. Тиамат размещает яму творения, которая порождает змеев, выполняющих функцию миньонов, которые перемещаются по линии и нападают на врагов. Каждые 10 секунд появляются два змея, в общей сложности до трех волн. Враги, укушенные змеями, наносят меньше урона. Враги могут встать на яму, чтобы уничтожить ее. Вторая функция нашей ульты, это призыв зверя. Тиамат призывает Кусарико на стражу выбранной области. В случае приближения вражеского бога, он совершает рывок, атакует и замедляет его. И третье, это призыв бури. Тиамат призывает силу Уму Добруту, создавая могучую бурю, которая преследует врагов, подбрасывает их вверх, а затем исчезает. То есть по итогу мы сейчас с вами рассмотрели первую и третью фазу Тиамат, но есть еще вторая, которая активируется, как мы знаем, уже после третьей обилки, после прыжка. Первый скилл во второй стойке. Поглощение. Тиамат производит выстрел, который наносит урон и замедляет задетых врагов. Миньоны, большие монстры и монстры охраняющие усиления, у которых осталось менее определенного процента здоровья, моментально погибают. Тиамат может сразу поглотить своих порождений, чтобы получить прочную пластину. Когда Тиамат поглощает монстра, охраняющего усиление, она получает его усиление, при этом оставив исходное для союзников. У Тиамат может быть только одно поглощение и одно обычное усиление одновременно. То есть, по сути, Тиамат может съесть одного миньона с бафом, получить этот баф на себя и один оставить для союзников, и выбить тут же второго миньона с бафом, взяв этот баф, тем самым получив два бафа, два усиления. Вторая способность — это выплеск. Тиамат ударяет по земле, создавая сейсмические разломы, которые последовательно извергают перед ней, нанося урон и подбрасывая задетых врагов. Третья способность — восходящий полет. Тиамат становится на дыбы, вызывая энергетический взрыв, наносящий урон врагам и отталкивающий ее назад, возвращая ее в летучую стойку. То есть, по сути, наша тройка возвращает нас на первую позицию, на первую стадию Тиамат. И четвертая способность, также ее можно назвать ультимативной во второй стойке — это неминуемая гибель. Тиамат создает вокруг себя небесный вихрь, наносящий начальный, а затем периодический урон всем задетым врагам. Тиамат также получает прочную пластину за каждого задетого вражеского бога. В общем и целом, Тиамат я уже попробовал. Блин, это очень крутой маг, но не бурстовый, то есть на мид бы я ее брать не советовал. На самом деле, нужно дождаться ее на лайв-сервере, попробовать, посмотреть, потому что я уверен, что цифры где-то поменяются, и то, что вы видели на экране, вряд ли так и останется. Но, в любом случае, все это дело выйдет, мы это с вами проверим. По-любому на канале появится какая-то катка на Тиамат, где мы это все обсудим, посмотрим на нее билды, и, возможно, даже разные билды. Ну и в целом, был вот такой вот небольшой обзор, надеюсь, он вам понравился. Вы поставите свой лайк, ну, либо поставите дизлайк. И обязательно, пожалуйста, напишите комментарий, как вам в целом новый бок, потому что он очень интересный. Он очень интересный. Это первый бок, нет, это второй бок, у которого есть три стойки. Это очень круто, я думаю, это эдакая магическая пианино, ну, должно понравиться многим. С вами был Арти, как всегда, и спасибо вам за просмотр.